Конкурс организован общероссийским сообществом «Нежный бизнес». В этом году от Ленинского городского округа за выход в финал соревновались 10 участниц. В полуфинале, который прошел в историко-культурном центре, участницам необходимо было заранее подготовить эссе и видеовизитку о своем предпринимательском проекте. Наш конкурс отличается от многих других. То, что у нас совершенно он безоплатный. То есть девушки, все желающие, которые присутствуют в первую очередь в нашем сообществе, могли принять в нем участие. Это популяризация женского бизнеса, продвижение. Это определенная реклама и пиар своей компании. И, так скажем, возможность себя попробовать, поучаствовать и заработать главный приз. А главным призом является 100 тысяч рублей. Далее конкурсанткам предстояло ответить на вопросы членов жюри. И, в принципе, конкурс «Нежный грант» дает возможности раскрыться, усилить, укрепить, придумать что-то новое, найти партнеров. И это и является целью нашего конкурса. Енина Балашова занимается номерологией, астрологией, а также преподает кундалини-йогу. Для нее участие в конкурсе – это отличная возможность заявить о себе широкой аудитории. Я 15 лет являюсь преподавателем, экспертом медической архитектуры. У меня своя онлайн-школа в Астулаке. Но это ведические знания. Они очень мощно духовные. Они практически не имеют отношения к бизнесу. Но при этом они решают все вопросы, имеющие к бизнесу, к здоровью, к отношениям в семье. И, в общем-то, ко всему тому, что мы называем «Снять блоки в нашей жизни», к процветанию. Еще одна конкурсантка – Татьяна Волкова руководит танцевальной студией. В своем выступлении сделала акцент на спорт и как он необходим каждому человеку. Хочу показать всем, что танцы – это такой же вид спорта. И что здоровый образ жизни – это часть нашей жизни. То есть без спорта никуда, так как спорт – это движение. Члены конкурсной комиссии признавались, что оценивать участниц было достаточно сложно. Все бизнес-леди подготовились на отлично. Видно, что участницы хорошо подготовились. И даже вот такое, скажем так, сложное задание, как видеообращение, некоторые выполнили на отлично. Это очень радует. Видно, что люди вникали, старались исполнить это хорошо. Победительницами полуфинала от Ленинского городского округа стали Татьяна Волкова и Екатерина Харитонова. Именно они в сентябре поедут в Москву на финал конкурса. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.